Саратовская почта России отметила сразу две круглые даты. Десять лет назад указом президента был учрежден День Российской Почты и столетие со дня закладки первого камня Саратовского почтамта. На праздничном мероприятии заслуженным работникам отделения вручили памятные призы и медали. С места торжеств сюжет Екатерина Ковальчук. Одна из заслуженных работников Саратовской почты Галина Лешванова свою карьеру начала 39 лет назад простым почтальоном. Вспоминает, тогда еще не было компьютеров и электронных систем оплаты. Теперь уже начальник 48-го отделения связи Галина Александровна говорит, что сейчас работать на почте России стало намного проще. У нас все было вручную, все, как бы работа делала, газет много, писем много было. Одна была страна, медали. Сейчас у нас очень много техники, очень много разных услуг, каких не было у нас как-то ни 30 лет, ни 20 лет назад было. То есть развиваемся, все-таки очень знаний много нужно будет. Компьютеры, очень много техники, в смысле программ очень интересных много. Поэтому я так думаю, что сейчас почта должна намного интереснее быть для клиентов. Наряду с доставкой писем почтовое отделение в настоящее время оказывает услуги по денежным переводам, погашению кредитов, обслуживанию банковских карт, а также приему коммунальных платежей. В сетевую эпоху компьютеров, интернета и других мобильных средств традиционной почтовые услуги остаются востребованы населением. Спектр услуг, предоставляемым саратовским филиалом Почты России, постоянно пополняется новыми возможностями. Сегодня жители Саратовской области, приходя в почтовые отделения региона, могут получить свыше 120 видов почтовых услуг. Это особенно актуально и важно для жителей отдаленных районов области. В отрасли трудятся почти 7 тысяч жителей губернии. На торжественном мероприятии, посвященном Дню Российской Почты, наградили лучших работников, в том числе и ветеранов отрасли. Особая благодарность, конечно, нашим ветеранам. Их жизненный и персональный опыт всегда будут служить примером ответственного исполнения своего служебного и гражданского долга. О положительных сдвигах в нашей работе свидетельствует увеличение количества клиентов. За 2013 год было принято более 20 миллионов писем. В отделениях связи продолжается реализация проекта «Электронная Россия». В 457 пунктах работает доступ в интернет для клиентов почты.